Очередная вспышка кори в Украине. По данным Минздрава, за минувшую неделю заболели более тысячи человек. И хотя большинство это по-прежнему дети. В ведомстве говорят о росте количества заболевших среди взрослых. О ситуации в регионах расскажет Марина Коваль. Во Львовской области в больницах с диагнозом корь сейчас находится 117 человек. Большинство из них дети. У некоторых осложнение. 30 человек есть заболевания легенд пневмонии. Решта перебывают в состоянии средней важности. Поступают, как правило, тогда, когда выникает высыпь и высокая температура 38-39. Среди заболевших работники вот этого завода по изготовлению кожаных сидений. Вам не дозволяйте ничего внимания. Инфекция здесь распространилась молниеносно. Еще на прошлой неделе больных было лишь несколько человек. А не мать, то я педагог. А вы знаете, что уже 50 людей за период? Не знаю ничего. Единственный способ борьбы с корью – вакцинация. Для взрослых доза стоит около 300 гривен. Для детей – бесплатно. Но многие родители не прививают детей принципиально, говорят врачи. Бояться нужно болезни, а не вакцины. Потому что вакцина на сегодняшний день в всем мире есть препарат, наиболее гарантированной качественности. На этой неделе увеличилось количество больных и в Закарпатии. В Тячевском районе корь подхватили 10 учеников одной школы. Мы зарегистрировали 1941 випадок коры. Это пятая часть всех зарегистрированных випадков коры в Украине. То есть показатели наших заболеваний есть один из самых высших в Украине. Если бы детям и взрослым вовремя делали прививки, эпидемии удалось бы избежать, уверены врачи. В отличие от Львовской области, родители в Закарпатии более охотно прививают детей. Сейчас в области с прививками от кори уже 95% шестилеток и 70% годовалых малышей. Марина Коваль, Галина Якушко, Юрий Ковалев, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер.